В эфире служба новостей Саров-24. В студии Екатерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Сотрудник медицинского колледжа получила звание почетный работник воспитания и просвещения России. Его считают высшей степенью признания заслуг учителя перед обществом. Рождественский подарок другу в школе номер 17 проходит благотворительная акция. Сияние талантов, образцовый ансамбль «Горница» победил на всероссийском конкурсе. Далее расскажем обо всем подробно. С 1 января 2020 года Федеральная служба судебных приставов станет полноценной силовой структурой, а сотрудники ведомства получат офицерские звания. Будет увеличено их денежное содержание, изменится и пенсионное обеспечение. Сотрудники ФСПП, как и военнослужащие, смогут выходить на пенсию по выслуге через 20 лет службы. Закон предусматривает право судебных приставов на применение физической силы, специальных средств огнестрельного оружия. Будут и заметны ограничения. Приставам запретят иметь двойное гражданство и состоять в политических партиях. Регулярно их будут проверять на алкоголь и наркотики. В службе появится свой кодекс этики, обязательные к исполнению. За нарушения будут строго наказывать, вплоть до увольнения. Если по вине судебного исполнителя человек понесет потери, казна возместит по суду убытки, а потом взыщет деньги с виновного офицера. Эксперты подчеркивают, что хотя служба судебных приставов перестанет быть чисто гражданской структурой, она не превратится в копию МВД. К другим новостям. Заместитель директора Саровского медицинского колледжа Ирина Соколова получила звание «Почетный работник воспитания и просвещения России». Эта награда – высшая степень признания заслуг учителя перед обществом. Ирина Валерьевна работает в колледже 35 лет. Она преподает, организует курсы для студентов и педагогов, работает с ветеранами и курирует волонтерскую организацию колледжа. Золотой крест ФМБА России – знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации». Лишь часть в копилке бесчисленных наград заместителя директора по воспитательной работе Саровского медицинского колледжа Ирины Соколовой. 35 лет женщина преподает русский язык и литературу будущим специалистам. Эти предметы для медиков важны не меньше анатомии и биологии, считает Ирина Валерьевна. Если медицинская сестра не знает, как писать русские слова, правильно ли она выпишет мне рецепт, правильно ли она запишет назначение врача. Ну и кроме того, я веду такой предмет замечательный, как русская литература. А в русской литературе у нас все-таки главное, наверное, и для нашей профессии это созвучно – воспитание и милосердие. Энергии и инициативности Ирины Валерьевны можно только позавидовать. Преподавательница возглавляет волонтерское движение, курирует сайт, занимается проектами, которые организует колледж. Она активно пользуется соцсетями, интересуется современными трендами, чтобы всегда было о чем поговорить с учениками. Особенность Ирины Валерьевны состоит в том, что она может найти подход к любому ребенку. Дети ее очень любят и воспринимают на равных. Почему на равных? Потому что Ирина Валерьевна интересуется всеми проблемами молодежи и подростков. Вообще, я хочу сказать, что она интересуется всеми сферами нашей жизни – и воспитательным процессом, образовательным процессом, и интересует политика, и интересует творчество. Многие ее выпускники связали жизнь с педагогикой. Восемь преподавателей медицинского колледжа, в том числе директора и заместитель по учебно-методической работе, когда-то получали знания у Ирины Валерьевны, а теперь стали ее коллегами. Ирина Валерьевна я знала достаточно давно, с 93-го года, когда еще пришла сюда студенткой и училась под ее началом. Именно она заражала любовью к русскому языку, к литературе, прививала любовь к чтению своими примерами, также курировала нашу воспитательную работу. Профессиональные планы и идеи у Ирины Валерьевны не заканчиваются. Главное, чтобы на их реализацию всегда хватало времени и сил. Секрет успеха – поддержка коллектива и учеников, считает преподавательница. Волонтерский центр «Радость моя» приглашает неравнодушных горожан на общероссийскую акцию против абортов «Неделя за жизнь». Митинг пройдет 24 ноября с 18.30 до 20.30 на площадке перед городским театром. Планирует выступление волонтеров группы «Саров за жизнь» и священника Саровского благочения. Горожане выложат из горящих лампад надпись «Стоп-аборт». Примут участие в фотосессии с плакатами о традиционных семейных ценностях. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Воспользовательных организациях. Теперь воспользоваться сервисом могут родители ребят, которые учатся в 7-й и 10-й школе. Напомним, возможность совершить онлайн-покупку школьных завтраков и обедов на неделю вперед запустили в пилотном режиме со 2-го сентября. Первыми школами, которые пришли на электронную оплату, стали 3-й лицей и 2-я гимназия. Сервис доступен на любых устройствах. Бронхиальная астма – одно из самых распространенных заболеваний во всем мире. Резкий рост заболеваемости произошел в последние 20-30 лет. По некоторым оценкам, за это время число больных астмой в мире увеличилось в два раза. И сейчас достигает 300 миллионов человек. Поздней осенью и зимой болезнь поднимает голову. Хотя в воздухе уже нет аллергенов пыльцы, повышается риск вирусных инфекций. Холодный воздух сам по себе тоже может спровоцировать приступ. Можно ли предупредить о развитии астмы и как облегчить ее течение? Расскажем далее. Бронхиальная астма – широко распространенная патология. Это болезнь, при которой затрудняется дыхание из-за воспаления в бронхах. В последние десятилетия этот диагноз все чаще и чаще слышат как родители маленьких детей, так и взрослые люди. Это связано не только с развитием методов диагностики, но и с ухудшением экологической ситуации. В эрохимической промышленности, фармакологической промышленности, развитие промышленных предприятий, загадованности городов, мегаполисов. В эрострессовых ситуациях все это является провоцирующими факторами, которые вообще усложняют течение любой хронической патологии. Астма имеет характерные симптомы. Больной страдает одышкой респираторного характера. Его мучают сухие свистящие хрипы, спазматический приступообразный кашель по ночам и в утренние часы. У астматика снижена толерантность к физической нагрузке. Астму может сопровождать аллергический ренит. Астма детского возраста, она отличается от астмы взрослых. Почему? Потому что чаще всего триггером является инфекция. На фоне инфекции развивается бронхиальная астма. И если в течение года несколько раз есть эпизоды абструктивного бронхита с нормальной температурой, с длительным кашлем, с явлением ренита, не исключающей аллергическую патологию, то, конечно, этих детей нужно обследовать на предмет исключения бронхиальной астмы. Спровоцировать приступ астмы может встреча с аллергеном, стресса, запахи, спортивная нагрузка и даже длительное пребывание на морозе. Для того, чтобы предупредить развитие тяжелой формы болезни, нужно своевременно обратиться к врачу, который назначит необходимые препараты. Больному необходимо вести здоровый образ жизни и стараться исключить аллергены, чтобы не провоцировать приступы. 17-я школа проводит городскую благотворительную акцию «Рождественский подарок другу». До 15 декабря любой желающий может принести сладости, игрушки, констовары и книги. Все пожертвования передадут в окрестные детские дома и школу-интернат номер 9 Сарова. Подробности в следующем репортаже. Благодарительно акция «Рождественский подарок другу» зародилась в кризисные 90-е годы, когда страну лихорадила от реформ. В этот тяжелый период безденежа и безработицы в 17-й школе положили начало доброму делу, который живет по сей день. Более 29 лет назад учитель нашей школы Тюрина Александра Ивановна впервые со своими детьми собрала подарки, написала поздравительные письма и отправилась перед Новым годом в Дивеевский детский дом. Вот так и родилась наша акция. К благотворительному проекту присоединились и другие образовательные заведения нашего города. Ученики, родители и педагоги собирают новогодние подарочные наборы и затем приносят в 17-ю школу. Практически все школы нашего города к нам присоединяются, также привозят подарки, которые мы вручаем вознесенцам. В прошлом году, например, лицей 15 подарил реабилитационному центру большую искусственную елку. В канун Нового года подарки отвозят в детские дома. С благотворительной помощью школьники в разные годы ездили в Дивеевский детский дом и в Вацкий. Несколько лет назад появился новый пункт назначения. Мы собираем подарки, затем приготовим новогоднее представление, затем накануне Нового года мы отвозим эти подарки в Вознесенский реабилитационный центр и в школу-интернат номер 9 города Сарова. Для того, чтобы порадовать детей перед самым волшебным праздником и принять участие в акции, можно принести новые игрушки, сладкие наборы, канцелярские товары, средства гигиены и книги. А можно написать своим сверстникам письма с теплыми пожеланиями. В этом письме написать нескольким детям пожелания, поздравления с Новым годом. Его можно раскрасить, красиво украсить, творчески отнестись к этому. Благотворительные акции могут принять участие все желающие. Подарки нужно приносить до 15 декабря в кабинет номер 3 17 школы с 8 утра до 3 часов дня. Образцовый ансамбль народной песни «Горница» победил на всероссийском конкурсе фестиваля «Сияние талантов». Саровчане стали лауреатами первой степени в номинации «Народный вокал-ансамбль». Жюри отметила вокальное мастерство и яркие выступления саровских исполнителей. Подробности далее. Образцовый ансамбль «Горница» детской школы искусств номер 2 стал лауреатом первой степени в номинации «Народный вокал» на всероссийском конкурсе «Сияние талантов» в Арзамасе. Готовился коллектив к выступлению несколько месяцев. Подбирали репертуар, приводили в порядок костюмы, разучивали песни. Подготовка к любому конкурсу, она проходит очень серьезно, потому что мы представляем прежде всего наш город, затем нашу школу, а затем только класс преподавателя. То есть, по крайней мере, у меня мои ученики знают, понимают, что мы представляем наш город. Конечно же, наше учреждение, оно дополнительного образования. Мы обязаны отличаться своим профессиональным подходом, своим выступлением, своим отношением. На конкурсе выступили еще два саровских ансамбля «Задоренко» детской школы искусств номер 2 и «Зарянка» школа номер 20. На суд жюри коллектива представили по две композиции. По итогам конкурса «Задоренко» стала лауреатом первой степени «Зарянка» третьей. Каждый раз мы едем с новыми произведениями, с новой программой, и компетентные жюри нас, в общем-то, оценивают по достоинству. В этот раз нас оценили высоко. Шесть солистов детской школы искусств номер 2 привезли в Саров дипломы всероссийского конкурса. Екатерина Чичаева стала лауреатом третьей степени, занимается девочка в ансамбле «Задоренко» пять лет. На конкурсе «Сияние талантов» она исполнила две песни «Мать России» и «Я люблю свою землю». Этот конкурс очень был волнительный, не то, что все остальные, на мой взгляд. Потому что я вязала две новых песни. В душе какое-то было колебание, что где-то забудусь, что-то не дотяну до тональности, или собьюсь с слов и также из тональности уйду. Но когда я выхожу на сцену, у меня все это пропадает, и я начинаю петь от души. Став лауреатами на всероссийском конкурсе, ребята готовятся покорять новые вершины. В планах у них отправиться на творческие фестивали в Москву и в Санкт-Петербург. 19 ноября во всем мире отмечают Международный мужской день. Это праздник мудрых и надежных, заботливых и верных, храбрых и смелых представителей сильной половины человечества – наших отцов, мужей, сыновей и братьев. Цель этого дня – привлечь внимание к гендерной дискриминации мужчины, подчеркнуть важность их роли в семье и воспитании детей. 19 ноября отмечается Международный день мужчин. Именно поэтому мы вышли на улицы города, чтобы собирать поздравления для вас, мужчины. Пойдемте. Какой сегодня праздник отмечается? День мужчин. Да вы что, так здорово, что вы знаете. Давайте поздравим всех мужчин с праздником. Я поздравляю всех мужчин с праздником. Желаем здоровья, счастья, любви, всего хорошего. Успехов в работе, конечно. Поздравляю, желаю успехов, здоровья, естественно. Чем больше, тем лучше. Оно никому еще не мешало. Ну и вообще, как сказать, хорошей жизни. Дорогие мужчины, поздравляем вам с праздником. Очень приятно, что на вас можно рассчитывать, опереться, надеяться. И, ну, как-то желательно, чтобы вы все-таки были всегда рядом. Спасибо. И подольше с нами были. Здоровья, счастья, благополучия. Дорогие мужчины, поздравляем вас с праздником, с вашим законным. Желаем крепкого здоровья, мужества и оставаться на позитиве. Всех мужчин с праздником. Да. Пожелаем здоровья, счастья и всего хорошего. У меня в семье много мужчин, так что желаем всего самого доброго, здоровья, счастья, радости. Дорогие мужчины, поздравляем вас с вашим праздником. Желаю вам здоровья и долгих лет жизни, счастья в семье и детям здоровья и всего хорошего. Поздравляю всех мужчин нашего города с таким праздником, выдающимся. Какие добрые пожелания представительницы прекрасного пола желают нашим мужчинам. Ну и, конечно, пользуясь случаем, хочу тоже нашим мужчинам пожелать быть здоровыми, счастливыми и всегда-всегда получать удовольствие от жизни. Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Апенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин